Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Чужими жизнями решил поиграть, да? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Проблемы у вас? Ты что, блин? Да нормально все, что ты? Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Бабки верни! Вы буквально жизнь спасли. Я тебе не бандит никакой, я свои обещания сдерживаю. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого китняк это бизнес. Умоляю, дайте шанс, спасли. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Вы наш спаситель. Есть проблемы? Будем решать. Сегодня в программе. Я разместил объявление о продаже достаточно популярного автомобиля. Хочешь, бери, у меня покупателей полно. А вот, собственно, где собака зарыта. Он меня обманул. Ну, давайте разбираться. Добиваясь справедливости, вы сами можете быть несправедливы другим людям. Мама умерла, и у меня руки опустились. У меня в голове на тот момент только одно было. Чтобы этого человека, который убил мою маму, посадили. Он просто взял деньги и просто пропал. Иванов хороший врач. Нам нужен сюжет про работника больницы. Что, ребят, нормальное место вот так здесь? Отлично. Пошел отсюда! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда вы теряете близкого человека, ваше эмоциональное состояние делает вас очень уязвимым. Некоторые обвиняют себя, некоторые всех окружающих в своих бедах. И большинство людей с пониманием к этому относятся и стараются оказать поддержку. Это большинство. А некоторые умело на этом зарабатывают. Это мошенники. Ко мне обратилась Ирина. Сообщила то, что ее мама скончалась на операционном столе в больнице. И некий доброход вложил в ее голову сомнения, что мама погибла из-за врачебной ошибки. И что можно получить компенсацию. Как вы поняли, Ирина ни компенсации не получила, ни справедливость не восстановила, да еще и лишилась крупной суммы денег. Так что сейчас мы едем к ней и будем разбираться в этой непростой истории. КОНЕЦ Кто там? Ирина, это Влад Чижов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Проходите, пожалуйста. Вы меня извините, я тут ремонт начала, но вот мама умерла и у меня руки опустились. Ну ничего страшного, где поговорить можно? Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Вам чай, кофе? Давай не будем тратить на это время. Присаживайся. Рассказывай, что случилось? Я вам хочу сначала объяснить, почему я этому Константину поверила. Угу. Дело в том, что он знал точно диагноз моей мамы. Угу. Фамилиями отчества хирурга, который делал ей операцию, и знал даже точную дату смерти мамы. То есть, когда он связался, он был слишком убедительный. Так бывает? Да, да. Он представился журналистом, который проводит расследование вот о таких хирургах, мясниках. Угу. Этот Константин, он сказал, что этого Иванова за профнепригодность уже из трех клиник уволили, что он очень многих людей уже вот так вот порезал, что он убийца. А в этой больнице то, что он задержался, потому что у него роман за главврачихой. Ну, я потом только узнала, что это все вранье. А на тот момент, ну, я дура была. И зачастую монету все приняла. Я ему поверила. Я, да, я обвиняла этих хирургов. Я обвиняла их. Я думала, что они, они виноваты в смерти моей мамы. Все же в порядке было. Она нормально себя чувствовала. И тут вдруг такое… Ну, давай, Ирина, ты успокоишься. Значит, давай поговорим про этого Константина, который представился журналистом, что он тебе предложил? У меня в голове на тот момент только одно было. Чтобы этого человека, который убил мою маму, посадили. И когда Константин сказал, что нужны будут деньги, чтобы нанять частного детектива, что нужны будут деньги, ну, чтобы вести все это расследование, назвал сумму 250 тысяч, я сразу согласилась. Мне не жалко было денег. У меня было 50 тысяч. Еще 200 в кредит взяла. Понятно. Ты ему эти деньги отдала? Да. Он просто взял деньги и просто пропал. Я звоню, его телефон заблокирован. И что делать, я не знаю. Скажи мне, пожалуйста, а ты деньги ему как отдавала? В конверте наличными. Наличными? Да. А где ты это сделала? Да тут недалеко, в бизнес-центре, в кафе на первом этаже. Ах, вот оно что. То есть, есть какое-то место общественное, где ты передавала деньги. Так это уже неплохо. Он мне звонил пару раз, сказал, что начал дело, что нанял частного детектива, что этот частный детектив уже скоро застанет хирурга с поличным. И все, и пропал. Ты по конкретней адресу этого кафе можешь сказать? Один. Один. Да, да. А во сколько ты с ним встречалась? Примерно в два. Примерно в два. Давай сделаем вот так. Так, ты мне сейчас отправишь номер телефона, вот этого Константина. Я понимаю, что он заблокирован, но возможно удастся что-то раскрутить. Ага. Можешь мне номер перекинуть? Да, да, да. Конечно. Ага, получил. Ага. Сейчас я отправлю своему помощнику с комментарием. Я Феликса отправляю. Ирин, вот ты с таким жаром рассказывала, что врачи-убийцы. Потом ты поняла, что это все вранье. Ирин, ну так, по большому счету, что ты от меня хочешь? Он очернил врачей. Я хочу вернуть им доброе имя. И деньги себе вернуть хочу. Угу. Хочу справедливости. Я тебя понял, Ирин. Так, если не получится отработать информацию по номеру телефона и не получится добыть информацию в этом кафе, ну тогда что? Будем снова встречаться. Будем думать, как искать этого негодяя. И, кстати, ты какого числа встречалась с ним для передачи денег? 22-го. 22-го числа, в 2 часа дня. Все, дай мне время. Я проверю сейчас два этих конца. Будут новости, я с тобой свяжусь. Спасибо вам большое. Пока не за что провожай. До свидания. Спасибо вам большое. Счастливо. Так, Феликс смс-очку прислал. Ну, ожидаемый вполне результат. Телефончик липовый в сети не зарегистрирован. Ну, а что вы хотели? Человек, который представился Константином, но простачка-то не похож. Смотрите, какую комбинацию хитроумную замутил. Ладно, поедем в кафе. Может быть, там какие-то концы разыщутся. Ко мне обратилась Ирина. Ее мама скончалась на операционном столе в больнице. Я обвиняла этих хирургов. Я думала, что они виноваты в смерти моей мамы. Он представился журналистом, который проводит расследование вот о таких хирургах-мясняках. Константин сказал, что нужны будут деньги, чтобы нанять частного детектива. У меня было 50 тысяч, еще 200 в кредит взяла. Он очернил врачей. Я хочу вернуть им доброе имя. А ты деньги ему как отдавала? Да тут недалеко, в бизнес-центре, в кафе на первом этаже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, больших камер не надо. Я возьму барсик ваш, а ты меня с телефона под строкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а камер-то здесь полно. Это хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Я тут с личным вопросом к вам. Чем я могу вам помочь? Меня зовут Влад Чужов. Я работаю на телевидении. Программа Решала. На канале ЧМ. Вы же знаете. А я думаю, что ваше лицо мне так знакомо. Серьезно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Мой сын вас смотрит. Он вас обожает просто. Очень рада вас видеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это приятно. Я надеюсь, считает программа полезной? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что да. А как вас зовут? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елена. Слушайте, вопрос у меня личный. Я вот на входе у вас видел целый комплекс камер. Вот. И хотел бы вас попросить предоставить кое-какой кусочек видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я так понимаю, что вам надо уже вчера. Я думаю, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если честно, срочно, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, знаю. Я могу вам помочь. Заходите сюда ко мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, интересует 22 число. Время с 13.30 до 14.30. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Сейчас поищу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Наслаждайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елена, ну, если честно... Если честно, за достаточно большой период времени много людей зашло. Может быть, получится как-то вырезать этот кусочек и отправить мне на мессенджер? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, хорошо. Я вам с удовольствием помогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделайте доброе дело, если несложно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправьте мне на... Ага. 672... 14. Ага, смотри. Сейчас я проверю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, все есть. Спасибо вам огромное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидите, пожалуйста. У меня к вам тоже есть просьба небольшая. Вы не можете со мной сфотографироваться со сауфи для моего сына? Да запросто. Он у вас большой фанат. Ааа, как зовут-то? Сына Никита. Он занимается тайским боксом. А лет сколько? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тринадцать. Давайте я ему прям привет передам. ДАВА, можно с вами? ДА можно, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никита, тебе большой привет. И большая благодарность твоей маме за помощь в работе. Учись хорошо и достигай успеха в спорте. Все, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, надо отправить это видео Ирине. Возможно, она узнает кого-то. Все-таки людей там заходило достаточное количество в этот промежуток времени. Так, отправить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина, это Влад. Здравствуй. Слушай, я тебе отправил сейчас кусочек видео. Ты можешь сказать, есть там этот Константин или нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, все получилось. Сейчас смотрю, минуточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот, Влад. Он приезжает на каршеринге, заходит. И потом, если чуть дальше промотать, он выходит и на том же каршеринге уезжает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Константин, это человек, который приехал и уехал на каршеринге, правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, совершенно верно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, спасибо. А там, кстати, хорошо светанулось его лицо. Сейчас позвоню Феликсу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот, слушаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, там на сервере в общей папке лежит кусочек видео с камеры наблюдения. Открой его. Нас интересует человек, который приехал и уехал на каршеринге. Зовут его Константин. Там есть момент, где хорошо засветилось его лицо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебя очень прошу собрать на него досье. Особенно интересует все, что связано с соцсетями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понял, да, понял, вот. Все, спасибо, жду результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как-то так. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ко мне обратилась Ирина. Ее мама скончалась на операционном столе в больнице. Я обвиняла этих хирургов. Я думала, что они виноваты в смерти моей мамы. Он представился журналистом. Константин сказал, что нужны будут деньги, чтобы нанять частного детектива. У меня было 50 тысяч. Еще 200 в кредит взяла. Хотел бы вас попросить предоставить кое-какую кусочек видео. Заходите сюда ко мне. Спасибо. Константин – это человек, который приехал и уехал на каршеринге. Да, да, совершенно верно. Я тебя очень прошу собрать на него досье. Особенно интересует все, что связано с соцсетями. Да, открыл. Я вижу его. Феликс, конечно, провел титаническую работу. Адаптировал и восстановил изображение с плохого качества. И все-таки нашел этого Константина в одной из социальных сетей. И что вы думаете? Его на самом деле зовут Константин. Глядя на его страничку в социальной сети, понять, чем занимается этот Костя, было просто невозможно. Но нейтральные посты, нейтральные фотографии. Однако, на одной из фотографий мы обнаружили некую девицу. И зашли в ее аккаунт. А вот у нее на страничке было сильно интереснее, чем на страничке Кости. В потоке фотографий мы нашли фотку на фоне больницы. Той самой, где погибла мама Ирины. На всякий случай фотографию этой Вероники я отправил Ирине. И что вы думаете? Ирина безошибочно определила в ней девушку, которая работала сиделкой. Ухаживала за женщиной, которая лежала по соседству в палате с ее мамой. И Ирина вспомнила, что давала этой Веронике свой телефон, чтобы она тоже могла приглядывать за ее мамой. А следовательно, весь расклад, дату и время смерти матери Ирины, ее диагноз, оперирующего хирурга, телефон Ирины, Константин мог получить только от этой Вероники. Подельники они или это случайное стечение обстоятельств, я пока не знаю. Но факт остается фактом. Я связался с начальником службы безопасности этой клиники Сергеем Петровичем. Отправил ему фотографию Вероники и попросил его встретиться в неформальной обстановке. Сергей Петрович ни разу не был счастлив от того, что я интересуюсь этой клиникой. Но встретиться любезно согласился. Встреча будет через час, так что поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Петрович. Здравствуйте. Василий, неформально? Пожалуйста. Мы с камерами опять. Давай не волнуйтесь, они в основном снимают меня. Да, ну ладно. Чайку? Нет, спасибо. Ну что вы, вашу фотографию я получил. Ребята ее познали. Это Вероника Герасимовна. Она у нас приходящая сиделка. Вот что нам творилось? Я даже не знаю, с чего начать-то. Но давайте я начну вот с чего. У вас в больнице лежала к*** Татьяна Алексеевна. И две недели назад во время операции она скончалась. Оперировал ее хирург Иванов. В общем, дело в том, что после того, как Татьяна к*** умерла, к ее дочери Ирине подкатил некий человек, представился к Константинам, что он журналист. Якобы, якобы у хирурга Иванова очень плохая репутация, что его выгоняли из нескольких больниц. Короче, нагнал на эту Ирину жути и предложил провести служебное расследование, что якобы Татьяна к*** погибла на операционном столе из-за халатности врача, и Ирина имеет право на компенсацию. Не, ну это смешно. Мы, конечно, с персоналом мало общаемся. У нас в основном приходящий персонал и порядок на территории. Но с главврачом я общаюсь по долгу службы, поэтому я знаю, что Иванов хороший врач, лучший хирург в нашей больнице. О чем вы говорите? Да я даже не сомневаюсь, но тут история как раз вот в чем. Дело в том, что этот Константин, который представился журналистом, настолько грамотно и продуманно вел себя в диалоге с Ириной, он точно знал имя, фамилия, к*** Татьяна Алексеевна. Он знал ее диагноз, когда была операция, кто оперировал. То есть он был проинформирован. И у меня сложилось ощущение, что это Вероника Герасимова либо намеренно, либо случайно сделало слив информации, потому что Татьяна к*** лежала в той же палате, что и женщина, за которой ухаживала Вероника Герасимова. Эй, эта курица перекроет весь кислород. Она больше нигде работать не будет, и на этом все закончится. А вот здесь я вас попросил бы все-таки без резких движений. Не надо сейчас ничего предпринимать, потому что у меня уверенности в том, что Вероника Герасимова мошенница, нет никакой. Однако утверждать обратное я тоже не могу. Поэтому я пришел к вам вот для чего. Может быть, вы поделитесь данными на эту Веронику? Я смотрю вашу передачу, я знаю, что вы делаете. Поэтому, в принципе, я подготовил информацию. Вот паспортные данные, ее телефоны, которыми она пользуется. Спасибо вам большое. Скажите, сейчас Вероника на территории больницкой? Не знаю. Сейчас позвоню, уточню. Алло. Красов? Скажи, пожалуйста, Вероника Герасимова сегодня проходила по временному пропуску? Ага. Ага. Да, хорошо. Спасибо, давай. Давай, ага, давай. Ну, она сегодня на сутках. У нее сейчас смена заканчивается. И вот ее должен сменить. Понятно. Спасибо большое. И я вас очень прошу, раньше времени никаких действий не предпринимайте. Спасибо. Вы меня информируете. Обязательно. Обязательно. До свидания. До свидания. Поехали, ребята. Дима, выйди на связь. Дима, у меня появилась копия паспорта этой Вероники Герасимовой. Так что сейчас я поеду провентилирую, что там и как. Потому что не факт, что она проживает по месту прописки. Но вы устанавливаете за ней наблюдение. Она через час-полтора закончит смену. Ее фотографии есть в общей папке, если что. Принято. Поехали. Ну что сказать. Это Вероника Герасимова и ее подельник Константин вполне себе устойчивое преступное сообщество. Я бы даже сказал, семейный подряд. Ну а что? Это Вероника устраивается сиделкой в больницу и собирает информацию. Причем акцент делают на тех больных, которые умерли на операционном столе во время операции. И передает информацию Константину. Тот появляется на горизонте у родственников. Они и так потрясены смертью близкого человека. А он начинает им ездить по ушам. При этом ездит профессионально. Информация-то у него стопроцентная. Но есть один вопросик, который не дает мне покоя. Некая несостыковочка. Работа с сиделкой – это тяжкий труд. И в моей голове никак не укладывается то, что человек может заботиться, нянчиться с больным, выносить за ним дерьмо, чтобы потом кинуть их родственников. Не знаю. В любом случае, ситуация выяснится в ближайшее время. Ко мне обратилась Ирина. Ее мама скончалась на операционном столе в больнице. Я обвиняла этих хирургов. Константин сказал, что нужны будут деньги, чтобы нанять частного детектива. У меня было 50 тысяч. Еще 200 в кредит взяла. Хотел бы вас попросить предоставить кое-какую кусочек видео. Константин – это человек, который приехал и уехал на каршеринге. Да, да, совершенно верно. Феликс, конечно, провел титаническую работу. И все-таки нашел этого Константина. На одной из фотографий мы обнаружили некую девицу. Ребята ее познали. Это Вероника Герасимовна. Она у нас приходящая сиделка. Вот. Паспортные данные, ее телефоны. Устанавливайте за ней наблюдение. Она через час-полтора закончит смену. Дима, выйди на связь. На связь, Влад. Дим, ну я уже в адресе. Сейчас планирую зайти и опросить соседей, проживает ли эта Вероника в адресе или нет. Как у вас дела? Слушай, никуда не ходи. Эта Вероника вышла из больницы и села в каршеринговую машину. За рулем мужик. Короче, они подъезжают тоже по адресу прописки Вероники. Мы в двух кварталах от тебя. Интересная история. Ну ладно, ждем на месте. Принято. Вот так Вероника, оказывается, в адресе прописки проживает. Не похоже это на мошенников. Фонарь убери, а то запалишься. Ну точно, вот и Вероника со своим спутником. Короче, чуть-чуть с кота за хвост. Берите всю индустрию. Пойдемте представимся и зададим свои вопросы. Ой, извините. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, наверное, Вероника Герасимова. Да. Давайте я представлюсь. Я работаю в агентстве городских новостей. Нам нужен сюжет про работника больницы. И вот вас нам рекомендовали с вами пообщаться. Можем поговорить? Ну как-то заранее надо вообще работать. Ну, к сожалению, нужно срочно, чтобы вышел сюжет. И понимаете, мы сами полчаса назад получили только информацию. Ну, может быть, мы зайдем, но это же несложное интервью. Давайте проходите. Полчаса работы. Владимир, пока вы несете, уберите все. Проходите. А я слышал, съемки у нас оплачиваются, интервью. Мы же сколько заработаем. Ну, некоторые съемки действительно оплачиваются. В основном ток-шоу. Но интервью, если честно, нет. Да, очень странно. Давай, у нас... Я уточню потом эту информацию. Хорошо. Так, проходите. Поставлю. О, слушайте, я даже не знаю. Так, где мы можем поговорить? Давайте вот здесь. Я думаю, да, на диванчике. Так. Что, ребят, нормальное место вот так здесь? Отлично. Отлично, да? Давайте вы сюда присаживайтесь. А вас как зовут? Вас... Костя. Костя. Константин, а вы присаживайтесь сюда. Вы же вроде вместе живете. Может быть, к вам вопросы какие-то будут? Ну, присаживайтесь, присаживайтесь. Что такое? Ничего секретного. Вероника, ну вот расскажите, каково работать в больнице? Ну, что рассказать? Я работаю сиделкой. Работа непростая. Трудная достаточно. Бывает, сутками пропадаешь на работе. Ты зарплата невысокая. Я уж не буду вам рассказывать, каково-то вытаскивать из-под людей утки и все такое. Но ведь, понимаете, это же все старые люди. Это люди, повидавшие жизнь. Но многих из них родные просто оставляют. Порой ты смотришь на человека, и тебе просто хочется ему помочь. Понимаете, людей ведь жалко. То есть вы работаете даже не сколько за зарплату, сколько за, скажем так, стремление помочь людям? Да. Слушай, я, наверное, пойду машину каршеринга поставлю на стоянку, а то штраф придет. Костя, ну на самом деле, подождите секунду, ну вы уже в кадре были, мало ли сейчас возникнет какой-то вопрос, вы же все-таки вместе живете. Ну, подождите немножко. Не сложно же. Знаете, я в больнице вашей слышал такой неприятный случай. В общем, у вас на операционном столе скончалась Татьяна Алексеевна. Вы что-то знаете про это? Вы же за ней не ухаживали, да, по-моему? Ну, как, я хорошо запомнила эту историю, потому что разговаривала с ее дочерью, с Ириной. Она со мной договаривалась о том, что я немного поухаживаю за ней, присмотрюсь за ее матерью. Было дело, она мне отдавала свой номер телефона, мы с ней обсуждали. Я даже немного так успела присмотреть. Ну, когда все это произошло, Ирина устроила скандал. Она кричала, что засудит всех сотрудников, сиделок, медсестер доберется до врача, хотя врач золотые руки. И ее уже предупреждали, что в этом возрасте ее мама может не пережить эту операцию, но, тем не менее, они рискнули. Ну, вот, что получилось, то получилось. Такая история была. Да, смотри, мне там в гараж надо, я, наверное, все-таки пойду, мне друзья там будут. Какой гараж, что ли? Какие друзья? Мы с тобой вечер хотели провести вместе, ты что? Кость, ну, может, правда, оставитесь, посидите, что вы? Ну, посидите. Ну, давай еще, 10 минут, и я пойду. А вот, скажите, а вы рассказывали про этот случай кому-нибудь? Да нет, не рассказывала, в принципе, у нас как бы неэтично вообще обычно об этом говорить. В принципе, вы меня спросили, я об этом вспомнила, об этой громкой истории. Костя рассказывал, только если все. Костя рассказывал, да? А знаете, почему я спросил про этот случай намеренно? Там история, на самом деле, на этом не закончилась. Через какое-то время к дочери покойной, к Ирине, подошел некий человек, представился журналистом и сообщил вот что. Что хирург Иванов, на самом деле, был несколько раз уволен из других клиник за профнепригодность, что он настоящий мясник. И что его надо засудить. А чтобы засудить, надо собрать доказательства, нанять частного детектива. Ну, это стоит денег. И взял у Ирины 250 тысяч. Как только он их взял, он сразу скрылся. Ладно, я пошел. Стоять, я сказал! Стоять! Назад! И не дергайся, понял? Вот ты позел! Вы уже поняли, да? Кто воспользовался? Да не вербей! Ты жива! Как ты мог? Тихо, тихо, тихо. Кому ты веришь? Это телевизионщики, они ради сенсации на все готовы наврать вообще. Ты чего несешь, ты дебил? Как ты мог забрать деньги у людей? Он принес эти деньги, 250 тысяч, сказал, что хочет купить машину. Я тогда еще не поняла, откуда у него деньги. Он просил вложиться тоже 150-й, типа за 400 тысяч мы купим машину. Молчи! Ну, я же говорил тогда, что лотерею моментально все эти деньги выиграл-то. Ты мне потом адресочек этой лотереи скажешь. Бабки верну, бегом. Нет у меня никаких денег. Я знаю, где эти деньги. Куда ты? Ладно, здесь 250-й, все. Я не пересчитываю, я вам не верю. Так, а ты давай пошел отсюда прямо сейчас, быстро! Дай хоть и я вещи соберу. Пошел вон, в мусорке найдешь вещи свои. Вот козел, а? Кость, я забыл тебе пару слов сказать. Да. Чего? Пошел отсюда! Вероника, вы уж нас извините, пожалуйста, за вторжение. Вот эти деньги я передам Ирине от вашего Ирине. До свидания. Дима, Дима, выйди на связь. Слушай, у меня кеш, 250 тысяч. Сделаем вот как. Ты сейчас с нашего счета переведешь Ирине 250 штук. И напиши обязательно в платеже, что это от Вероники Герасимовой. А я потом завтра сам 250 положу в банк. Принято. Все, поехали. Да, Ирина, здравствуйте. На громкой связи говори. Здравствуйте, Влад. Мне сейчас деньги пришли, 250 тысяч от Вероники Герасимовой. Это же та самая сиделка, да? Да, Ирин, та самая сиделка. На самом деле, врачи делали все возможное для спасения твоей матери. Операция-то была рискованная по возрасту. И вот простая девочка-сиделка Вероника, она тоже помогла. Она помогла вернуть деньги, которые мошенническим путем у тебя украли. Так что вот так, Ирина. Влад, спасибо вам большое. Я завтра же поеду в больницу и извинюсь там перед всеми. И особенно перед хирургом. Очень некрасиво вышло. А вот это правильное решение. Спасибо вам, Влад. Еще раз огромное спасибо. Все, Ирина, до свидания. По-моему, поучительная вышла история. Добивая справедливости и обвиняя всех вокруг в своих бедах, вы становитесь уязвимы. Вы привлекаете внимание мошенников, они запросто наживутся на этом вашем жарком чувстве. Но это не главное. Главное то, что добиваясь справедливости, вы сами можете быть несправедливы к другим людям. Вот как-то так. Смотрите далее. Я решил проверить, насколько актуальна одна из старых схем по разводу покупателей бюджетных автомобилей. Михаил? Что, будете осматривать? Его пробег небольшой, я ничего не скручивал. Как? В смысле? А вот, собственно, где собака зарыта. Он меня обманул. Ну, давайте разбираться. Вокруг купли-продажи автомобилей с пробегом всегда крутились нешуточные деньги. А значит, внимание мошенников к этому процессу просто гарантировано. И я решил проверить, насколько актуальна одна из старых схем по разводу покупателей бюджетных автомобилей. Я разместил объявление о продаже достаточно популярного автомобиля. Правда, по цене немножко ниже рыночной. Мы поставили 500 тысяч, при среднерыночной 630. Но кому же не хочется купить подешевле то, что стоит подороже? Понятное дело, что звонков был просто шквал. С потенциальными покупателями я договаривался о встрече с интервалом в один час. Правда, на встречу вместо меня поехал Миха. И с одним из потенциальных покупателей даже договорился о продаже. Константин? Да. Здрасте. Михаил? Константин. Ну что, будете осматривать? Да. Давайте. Пожалуйста. А здесь только легкий скольчик. Чтобы сразу, что я вас не обманывал, видели, а потом скажешь, что не показал. Какой пробег? У него пробег небольшой, вот как там указано, в принципе, посмотрите, такое есть. Я ничего не скручивал. Хозяин один. Вот документ можете посмотреть. Хозяин один был. Да, один хозяин, вот это моя жена. Мы скинемся? Нет, слушай, я так отдаю. Хорошо, поэтому. Если хочешь, бери, у меня покупатели полно. Потому что я сейчас с тобой встретился после работы, ты мне как бы с первым. Если будешь брать, решайся, оставляй задаток тогда и бери. А то она сейчас у меня улетит быстро. Ну? Ну, хорошо. Будешь брать? Так, ну давай тогда 1015 мне дашь, я тогда не буду ее продавать никому. Все, телефон отключаю на продажу. Хорошо, ладно. Ну вот, деньги долго собирать? Постараюсь. Завтра. Давай тогда расписку напишем, садись в машину. Ну, пока вся ситуация развивается по нашему сценарию. Покупателю машина понравилась, он даже внес за нее задаток 15 тысяч. 15. Все. Все, Константин, мне надо ехать срочно в аэропорт, мне там встречаю друзей. Давайте тогда жду вашего звонка и встречаемся, хорошо? Хорошо. Через пару часов состоится решающая встреча Михаила и Константина, где, собственно, и будет решаться вопрос купли-продажи машины. Покупатель-то надеется доплатить 485 тысяч и забрать автомобиль. Но вряд ли у него это получится. Хотите узнать, как на самом деле работает этот нечистый бизнес? Тогда поехали. Посмотрим. Миха, Миха, вы где на связь? Да, на связи. Ну, я на месте, стою сзади тебя. Где там твой покупатель? Ладно, должен уже подойти час. Отлично. Ты там барсиком не разучился пользоваться? Нет, конечно. Отлично. Сейчас подключимся к его камере. И понаблюдаем за встречей. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, готовы? Да. Сейчас, сейчас. Так вот, документы я подготовил. Ваши. 485 тысяч. Так, подождите. Какие 485? Стоп. Смотрите, я у вас брал 15 тысяч. Значит, ты еще 735. Как? В смысле? Как прям? Ну как это? Я же за 500 договаривался. С кем вы договаривались? С вами договаривался. Слушайте, оно у меня в объявлении стоит 750 тысяч рублей. 15 я взял. Нет, дело в том, что вы мне расписку написали. Подождите, смотрите, вот мое объявление. Смотрите внимательно. Здесь машина написана на 750 тысяч. Видите? Нет, ну как? Я же вам задаток дал. Вот ваша расписка. Так, Константин, вы машину будете брать? Нет, ну вот же расписка ваша. Вот что в расписке? Я взял у вас 15 тысяч. А вот, собственно, где собака зарыта. Расписку Константин оформлял на эмоциях. И не проследил, чтобы Миша в расписке указал конечную стоимость автомобиля. Так что все свои дальнейшие проблемы он испытает исключительно из-за своей невнимательности. Обещали. Нет, я вам ничего не обещал, смотрите, в расписке. Здесь про 500 тысяч ничего не сказано. Раз. Если вы отказываетесь от сделки, я вам 15 тысяч возвращать не буду. Вы будете брать машину или нет? Ну, верните тогда хотя бы 15 тысяч. Ну, похоже, обстановка накаляется. Пойдем подключимся. Все, счастливо. Нет, ну, верните хотя бы мне деньги-то, а? Так, Константин, все. Нет, то, что мы же... Хочу, не хочу. Нет, ну, пожалуйста. Все, до свидания. Я же так надеюсь. Что у вас случилось? Успокойтесь, успокойтесь. Что случилось? Успокойтесь, что случилось? Виднее, дело в том, что я хотел купить машину. Он меня обманул. Вы, может быть, мне поможете? Ну, может быть, давайте разберемся. Суть дела изложится. Дело в том, что я хотел купить машину за 500 тысяч рублей. Ага. Вот. Отдал ему задаток. А он мне не хочет его возвращать. И машину не продает. А расписку кто писал? Он писал. Он писал расписку. Это правда? Да. Читайте. Ну, давайте разбираться. За 500 тысяч. Да. А где здесь такая цена? Ну, может быть, полицию заявление написать? А что вы им там скажете, а? Это просто бумажка. Здесь нет окончательной стоимости автомобиля. Она просто здесь не указана. Это даже не документ. Так что вот так. Больших денег стоит невнимательность. Ну, все, все, все. Константин, спокойно. Карты открывай. Меня зовут Влад Чижов. Это моя съемочная команда. А Миша, на самом деле, не обманщик, а мой помощник. Давай мы Косте вернем 15 тысяч. А то, по-моему, сейчас его инфаркт хватит. Константин? Ой, спасибо вам большое. Я так вообще... Ну, разве можно так невнимательно относиться к документам? Ведь расписка – это вполне законный документ. Да. И указывать там нужно не только номера кузова и номера автомобиля, но и окончательную стоимость. Не рассчитал. Полезная информация? Очень даже. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, Константин, а могу я это у себя в программе показать? Ну, увидят, но не надо. Хорошо, Константин. Вопрос задам по-другому. Представь, что кто-то из твоих родственников или знакомых попадает в такую же ситуацию и теряет деньги. Ты что, всем своим родственникам и знакомым будешь по телефону звонить и рассказывать, как работают мошенники? А тут вся страна увидит. Ну, хорошо, раз такое дело, пусть посмотрим. Все, спасибо тебе большое. Счастливо, не попадайся и будь внимательнее. Расписочку дайте, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо. Да, Миш, сложный человек оказался. Спасибо за работу. Счастливо. Так, пожалуйста. На самом деле, реальность еще более суровая к невнимательным покупателям. Мошенники могут даже не приехать на вторую встречу. Просто по телефону вам объявят завышенную цену. Вы от нее откажетесь. И тогда машинники на вполне законных основаниях оставят задаток себе. И это еще мы вам показали версию лайк. А теперь представьте, что машина стоит существенно дороже, а задаток в разы больше. И если вы на встрече что-то попытаетесь доказать, из соседней машины запросто могут выйти пять здоровых подготовленных лбов и буквально на пальцах вам объяснят, что ни по каким понятиям вам здесь нечего ловить. Так что относитесь серьезно к такому документу, как расписка, и очень внимательно его составляйте. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok